здравствуйте друзья нас всех приветствовать давайте поговорим немножечко мы сейчас с вами встречаемся на канале моем персональном канале майкл мэрифов но я возможно буду эти каких-то вещах которые скажем не очень возможно приняты я постараюсь быть корректным в плане того чтобы скажем не дать повод властям учеба какие-то там санкции это не популярные новости конечно и мы сегодня говорим про вторую часть вторую часть 6 печати апокалипсиса первая часть на форме было несколько дней назад сейчас у нас часть 2 вот ну я давайте мы начнем вот чего поскольку скажем это моя программа то давайте мы поговорим может быть я повторю на главном канале о людях которые родились в августе месяце сейчас у нас началось с начала месяца у нас сегодня 3 августа 2021 года время 7 часов утра соответственно 15 часов это время московское ну и мы поговорим более подробно о предстоящих событиях другой раз но сейчас общая характеристика людей которые родились в августе месяце в общем то как мы знаем ну и как нам в общем то постоянно там пишут в различных источниках вверх львы вот зодиагарный знак это лев но разумеется вот тот кто у нас львы вот они так сказать вот имеют такие качества все ну вообще-то говоря лев зодиагарный знак берет начало не скажем так вот как принято считать ну начало формально начал 21 июля что самое интересное что в полную сину лев входит за диагарный знак входит помощи не только 28 июля поскольку одна неделя дается на разбежку утихания предыдущего знак это у нас и то же самое случится примерно 20 августа вот потому что 21 формально начался знак дева но еще неделька будет так сказать он постепенно убывает до нуля ну и вот уже полная начинается 28 августа это уже у нас будет конкретно дева но вообще-то в принципе знак лев называет также знаком солнца почему потому что люди родившиеся в период то есть период с 21 июля по 20 августа и в переходный период даже под 28 августа они отмечены очень серьезными качествами солнечными качествами вот поэтому у нас заглавие есть такой момент который называется сурья еще раз друзья только с этого начинаю а потом мы перейдем уже к теме которая ну вот эта вторая часть ну и в том числе там был у нас вопрос зрителей вот мол неосвятимость то что было объявлено в один момент неосвятился вот сегодня попробуем поговорить я просто хочу показать и проиграть буквально мы не можем проиграть но youtube нам не даст но вот я хочу показать вот такую картиночку вот видите сурья мантра то есть защита от каких-то неблагоприятностей которые сегодня очень и очень важны в наше время в котором мы все находимся сейчас надо там поговорим очень важны такие вещи которые называются молитвы салмы мантры ну и так далее почему ну потому что это своего рода кавача 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 это броня защита от каких-то неблагоприятных будем так говорить воздействие ну вот давайте послушаем пару буквально секунд иначе нас закроет 15 секунд можно ну наверно достаточно пока кому интересно посмотрите это мантра сурьи вот и это сурья это солнце но и как мы видим здесь кони есть это упряжка из семи коней и он выседает на вот на этой повозке запряженной семью лучами или семью конями поэтому у нас есть какой класс у нас есть елена смирнова ведет его одна из наших преподавателей университет познания личности как и называется школа и и пола семь лучей но в нашем университете где она дает различные варианты годовые это очень важная вещь это давно известная библии все что угодно очень интересно и так давайте продолжим мы продолжим и кто эти люди которые родились которые родились именно конкретно в августе месяце то есть это люди солнечная поскольку любой солнечный человек он совершенно независимый и он так сказать наверху сидит видите вот выседает солнце выседает поэтому эти люди они всегда выше выше своих от своего окружения выше толпы и независимо от того поприще на котором они работают независимо от каких-то своих своего происхождения они достигают как правило самых серьезных степени социальные лестницы вот испытывают достаточно достаточно сильное увеличение к другим сильным личностям ну и их отличает довольно щедро они любят делиться солнце солнце любит давать лучи любит греть обогревать и наше время такие люди они таким образом себя ведут и делиться своими качествами вот независимый никакой диктат и вообще они не подчиняются никогда никакому контролю очень целеустремленные люди они добиваются очень серьезные силам они добиваются успеха это все те люди которые родины в августе месяце ну вот до конца примерно до 21 конечно это самое сильное качество дальше они чуть-чуть выгасают переходит в другую но в общем-то примерно до 28 августа они обладают такими качествами они влияют окружающих очень серьезно их вдохновляют вот и вот интересно что наполеон бонапарт он родился 15 августа и он повел за собой очень много людей им рутинная работа не грозит то есть они постоянно где-то там двигаются моторные такие и они если их ограничить от чего-то если взять и куда-то стороночку оставить им очень не очень некомфортно и они попадают очень серьезное болезненное состояние если им не дать себя показать поэтому очень часто эти люди если они не понимают каждой своей натурой и если они находятся под влиянием каких-то обстоятельств социальных причин то они могут попасть очень тяжелое внутреннее состояние которое может потом привести к тому что они вообще физическое на физическом плане им будет очень тяжело потом обратно вырваться вот в то же время поскольку огромное количество людей и они пытаются контролировать то разумеется там не только друзья то есть чувствует их скажем конкуренты чувствует в них какую-то сильную угрозу даже подспудно потенциально но и ревность какую-то поэтому они могут создавать себе врагу они говорят правду массу лицо вот и будут защищать обиженных и оскорбленных любой ценой будет они становиться на сторону да ну а у нас как мы знаем сопротивление не любит поэтому бывает и просто убирает вот физическим образом бывает если все это вот то есть у них есть одно качество которое очень хорошая качество наше время к сожалению это качество не принимается по одной простой причине благородство человеческой натуры и вера в это благородство человеческой натуры которая есть у них она сегодня не принято сегодня к сожалению как мы знаем немного благородных людей в основном у нас сегодня в другом качестве себя видят вот поэтому у них много возможно то есть ожидание вера в того что как они себя чувствуют так и другой будет чувствовать по отношению к ним и по отношению к другим людям натыкается на такую вот преграду ну вот реалити нашего времени реальность нашего времени к сожалению это приводит к каким-то конфликтным ситуациям приводит к каким-то личным трагедиям возможным и какие-то страдания у таких людей возникают к сожалению да у них прекрасные организаторские способности вот таким людям еще раз повторюсь правда это не только людям августа потому что есть специфика конечно же дня вот но в общем то как правило еще раз в общем и целом вот это люди такие то есть они берут у себя да так сказать всю власть на себя но допустим им в то же время поскольку солнце как мы знаем может сжечь да может сжечь давайте я еще раз включу ну и они могут сжечь жаром свой пламя своей энергию людей которые этого могут не знать ну и надо с почтением относиться и понимать о том что к примеру солнце солнце которое на небе да существует существует цикла определенная да и вот скажем утренние лучи это утреннее время это очень и очень благотворное время поэтому как мы знаем да вот есть инфракрасная есть ультрафиолетовые лучи нам всегда говорили о том что ну не надо находиться примерно 12 часов до там пяти шести часов как нас учили когда мы приезжали я помню на юга мы ездили до всех отпуска ездить понимаете северных районов ездили на юг там солнце вот ну понятно крым-кавказ да в этом еще так вот можно сгореть правильно но в этом так действительно есть за одним моментом не знали мы когда я по всем случае многие и сейчас наверное не знают о том что вечерние то есть лучи лучами да понятно ты не сгореть там 6 часов вечера пример трудно сгореть в 6 часов вечера если ты его под солнцем бежишь на пляжу и греешь себе чему-нибудь но они неблагоприятны на тонком плане неблагоприятные лучи вечерние солнце неблагоприятное для каких-то там утренние к благоприятное этот на тонком плане но это сделать так значит что еще здоровье такие люди как правило они по здоровью они крепкие здоровья у них способность быстро восстанавливать силы то есть источник жизни солнце это источник жизнь да но сердце вот чем дело сердце поэтому стремление подняться стремление доминировать стремление быть лучше лучше и выше сильнее как там лозунг олимпийских игр и в то же время стремление помогать и защищать могут привести к тому что нету равновесия в этом нету гармонии вот в этом качестве этом стремление и тогда будут проблемы сердца короче говоря циркулярная циркулятор и системы кровеносной системы она может быть поддержана то есть это аритмия циркулярная циркулярная недостаточность короче сердечного ну и в то же время это горят горят суставы то есть это ревматизм это общее восстановление с этим связаны ну и лекарства и врачи им по сути не нужны тем более я вчера разговаривал со своим приятелем он поживает в районе нью-йорка говорит интересно смотреть на эту картину человек лежит или ходит по пляжу в масках вместо того чтобы дышать воздухом дышать солнцем нет он на себя на себе эти маски вот но об этом мы поговорим поговорим чуть позже но это реальность нашего времени можно нужно это вопрос другой каждый решает этот вопрос вы говорите сам вот по финансам по финансам и так люди родившиеся в августе месяц по финансам они чаще удачливы каких-то финансовых делах чем неудачные ну и в принципе бизнес который нормальный бизнес законный естественно бизнес он обеспечивает им успех в принципе финансовые перспектива у них достаточно благоприятные ну и они общаются с людьми притягиваются притягивается таким же людям солнечным людям которые занимают какое-то положение и это обеспечивает успех вот в то же время очень часто эти люди скажем державые отношения в том где я вот люди они и благоприятны делятся биржевыми какими-то энергиями трейдинг и так далее в то же время какие-то солидные серьезные какие-то капиталонные жены им желательно бы заниматься какими-то серьезными масштабными делами финансовыми проектами управлять людьми но не работать в одиночку не работать в одиночку что конкретно золото иметь кстати если уже кто-то на маркете на бирже вот разработки какие-то вот месторождений алмазных золотых но это вот все импорт ну и какие-то серьезные возможно правительстве и муниципальные мероприятия по поводу браков союза но у людей которые вот родились в это время у них хорошие отношения с людьми которые родились по тем же знаку люба то есть в интервале с 21 июля по 20 августа ну и также есть второй период есть положительные есть отрицательные знаки но это не имеет значения это астрологические карминологии но второй период он длится с 21 ноября по 20 декабря то есть это стрелец ну и так далее не важно вот ну и еще один есть период с 21 марта по 19 апреля это оба короче говоря тут идет три знака это огненные знаки это огненные знаки а именно это знак 2 это на крыльца и это знак вот ну и в конце из этих перечисленных периодов да есть еще день вхождения в полную силу летели в их выхода из полной силы то есть отвечу где-то около недели вот ну и также благоприятные отношения с людьми которые родились 21 и 21 декабря под 19 февраля достаточно большие промежутки времени еще раз повторяю это в общем и целом в общем и целом так ребята давайте мы теперь я уберу а нет я не буду убирать эту заставку я ее переключу сколько мы сейчас будем говорить о каких-то вещах и сразу сразу вопрос значит был которая последовала майкл вы ничего не стали про зомби ну я и сейчас не буду говорить но дело в том что есть определенные прогнозы определенные прогнозы давайте я я сейчас какой-то там давайте я сейчас вам так капи кто кому интересно английском языке правда но перед здесь понятно я не буду вот это копия этой ссылочки ну и это написано зомби survival guide то есть выживание то есть выживание там в мире зомби будем так говорить здесь написано видите complete complete завершенная protection from the living dead living dead человек умер но в то же время он живет таких людей называют зомби вот что самое интересное да мы сейчас еще раз эта тема может быть и отдельно но она как это очень и очень мрачный переход такой солнце да вот мир темных но плохо с ними там людей там хоронят но это и другие а конкретные зомби они чем-то аффекты или что-то на них воздействовало почему они восстают из мертвых вот это их зовут зомби то есть ну часто мы фильмы там такие знаете как это раза в магию там разрывается туда вылазит мертвец себя очень страшные какие-то вещи но дело в том что любой фильм любой фантастический научно-фантастический рассказ роман любой любая сказка она имеет под собой основание почему она сделана то есть это не сказка это не сайт-фикшен это не magic это реальные вещи описанные ну таких жанров реальные вещи просто нам они мы нас так воспитали о том что мы отрицаем то чего мы не знаем не видим и это не принято написать как и не принято говорить сегодня на таких каналах публичных каналах о каких-то вещах которые имеют место быть но они завуалированы по разным причинам и вот это survival guide или это учение учение видите здесь есть но если вы захотите перевести вы переведете ссылочка то у вас есть да вот здесь много много видится чего-то много чего ну опять же для определенных целей есть ссылки действительно есть ссылки их много если вы захотите вы найдете дело не в этом если вы захотите вы найдете дайте чтобы не быть мрачным вот поэтому зомби я лучше переключу на эту картинку дело в том что есть на земле есть определенные районы где это было где-то встречалось в реальном времени в реальном и это было и это видели и это невероятно это как кино но это просто еще раз об этом писать не принято кто и почему об этом идет речь идет эта речь вот почему мы сейчас говорим о шестая печать апокалипсиса который мы начали говорить в самом начале но там немного было там было у нас организаторы там были какие-то другие вещи вот но у нас есть определенные даты и определенная я программа наведенная на нас но наведенная условно хотя такая эта программа связана с определенными циклами причем что самое интересное то что происходит внутри цикла это частности а самое главное то что есть определенный цикл период времени когда что-то происходит и прежде чем перейти к лучшему мы должны пройти через худшую и как мы знаем вот это у нас сегодня проходит то есть связь какая не философски а вот связь конкретно о чем только что шла речь это к тому что человек под воздействием чего-то чего мы знаем под воздействием первое болезнь далее предохранение от болезни в виде намольников третье социальные такие назвали дистанция полная чух вот не имеет никакого значения это все в принципе но тем не менее так оно принято да ну практика я не виду предыдущие это показывал потому что были причины еще но и сегодня то что нам требует всем вот категорически полная вот это вот спиливание причем это интересная штука что есть существует вообще-то говоря во всем мире определенные сроки для появления какого-то определенного лекарств вот тут не было никаких сроков было у нас конкретно конкретно значит создание чего-то которое нас будет спасать ну условно говоря так оно как и должно быть во время войны допустим да если бы не было пенициллина допустим антибиотика то были очень много людей было слава богу это было ему было много спасено людей потому что если допустим будет какой-то серьезный воспалительный процесс то мы не обойдемся без своего рода антибиотика чтобы ликвидировать иначе это будет абсцесс но и когда вы знаете что поэтому что-то надо предпринимать и вот интересная вещь у нас несколько есть вариантов разные компании то есть по сути идея правильно создать то вот борется средство против рака но пока еще не придумали ничего с одной стороны другой стороны у нас есть определенные методики лечения и на определенных территориях в определенных странах мы должны соблюдать эти условия ну мы не будем не можем обсуждать правильно неправильно право и мирно или нет вот есть закон мы их обязаны соблюдать причина несоблюдение ну точнее несоблюдение ведет определенные последствия но кто желает на себе дело испытывают ну и соответственно реакцию получать короче говоря короче говоря несколько компаний которые начали это делать вот эти вот прививки пацины вот таких компаний несколько но русскую компаний вы знаете насколько я знаю но я знаю также несколько компаний которые делали это файл американских это файл это джамсон джамсон из компания астрадетта астрадетта и модерна вот и вот интересная вещь понимаете есть какие-то определенные аббревиации будучи допустим астрономеролога мне интересны коды определенные мы сейчас об этом поговорим по поводу кода но буквы допустим они тоже имеют значение почему потому что буквы можно трансформировать цифры поэтому скажем с номерологии есть такое понятие число имени поэтому довольно важно имя человека вот приехал вот я допустим был там ну понятно меня родители назвали миши вот родителями так называют вопрос другой что 30 лет я майкл совершенно официально то есть я поменял свое имя но не то что я поменял но так получилось я тогда этим не занимался это просто не знал но так получилось официально поэтому меня можно называть родители там зовут близки и так далее но меня мое имя вообще-то говоря майкл то есть другая смысловая нагрузка другие энергии поэтому я это говорю к чему есть допустим у нас в соединенных штатах есть штат который зовется калифорния калифорния там есть одна буковка да которая выходит за то есть она произведена по английски произносит так и так допустим кет да она пишется через букву си да через букву си пишется а допустим моей фамилия милый ков то произносится по через кей до кей но не важно через кей пока тоже тоже как до кер и там и там так вот к ли первые четыре буквы мы берем к ли а дальше идет форме так вот первые четыре буквы кали это кальюга которая у нас только на через букву к калифорния пишется через букву си но очень похоже это смысловая нагрузка поэтому калиюга всегда она заканчивается разрушением это гибель поручениями словами это гибель может быть физическое что в общем-то не имеет особого значения почему потому что человек хи из гам ши из гам пандельские выражения гам ушел и теперь мы это применяем но обычное слово умер умер понятно да но ведь по-разному же можно называть вот этот период ухода то есть если он ушел гам когда он должен прийти по идее ну вышел человек папа дома папа нет ну как вы воспримите эту фразу папа дома типа папа в квартире в доме или или дом это что дом очаг там шикахавера известный там роман до который был поставлен фильм да наш дом наш счет дома то что земля это наш дом вот жизнь наша понимаете поэтому по разному я почему рассказываю я рассказываю о том что в одной из компаний производящих вот эти бацинки есть три буковки м-м-м-эй модель на английский есть тнк по-русски да начинать переводится как дезоксия риба нуклеинового кислота. А есть RNK. Это просто риба нуклеинового кислота. Так вот, по-английски это звучит DNA и RNA. RNA. То есть, идет и модерна, ну, возможно, так ее и назвали, я не знаю, компании по какому. Но дело не в этом. Дело в том, что путем, ведь, смотрите, у нас идет, и у нас есть хорсор директорный. Который называется, я не помню, как называется, но, в общем-то, модификация ДНК, переконструирование, но не имеет значения. То есть, мы родились определенной конструкцией, и мы, собственно говоря, функционируем благодаря этой конструкции, вот так вот мы все такие, все до единого. Но мы можем теоретически себя перестроить. Просто путем деградации мы дошли до того степени, что мы не воспринимаем очень многие вещи. И поэтому огромное количество противостояний, войн и так далее. То есть, наука это одно, а наука, допустим, вышла откуда? Как говорит Олег Пивоваров. Из храмов. А человек не верит в это дело вообще. Ну, вообще он не верит. Какой храм? Человек не верит в Бога. Он верит в науку. Но если она вышла из храма, так и что, где находится? В духовности, наверное, наука и религия всегда были идеи. Поэтому это же просто нонсенс полнейший. То есть, человек, потому что он не знает, его так не научили, его учили в определенном образе, он отметает все, что вокруг этого. То есть, речь идет о грубом плане физическом. И речь идет о тонком плане. Так вот, что происходит путем воздействия на организм определенных факторов. Ну, вот мы видим Солнце вот сейчас. Вот мы Солнце видим, правильно? Так вот, это же потрясающая вещь, Солнце. Понимаете? Это солнечные лучи. Это же не загар. И сидеть, это самое, до черного цвета тебя доводить, и там дымится уже, одни угли. Он лежит на пляжу. Я не знаю, кому это красиво, но это вы перестраиваете, мы перестраиваем этим самым какие-то воздействия на то, что создано природой. Понимаете? И воздействия вот такие вещи могут привести к каким-то эффектам, которые не изучены. Так вот, есть прогнозы. Есть прогнозы. Есть прогнозы, ну, можно называть это прогнозы и предсказания, в котором очень и очень серьезные вещи предсказываются. Но это программа, еще раз говорю. Это программа. Почему? Потому что есть программа, она записана. Все идет по программе, записанной уже. Есть сценарий. Мы все участники пьесы, все до единого. Участники пьесы, в которой кто-то играет определенную роль. Кто-то кукловодный дергает за ниточки, кто-то вот танцует, поскольку их дергают за ниточки. Кто-то наблюдатели, где-то статисты, где-то там массовка. Есть зрители, которые за всем этим наблюдают. И вот эти вот процессы, которые сегодня происходят. Соответственно, возникают моменты, которые, в частности, зомби, то, что появляется. Я хочу показать вам вот здесь ссылочку, пожалуйста, ссылочку. Официальное письмо. Ну, кто читает по-английски, тот прочитает. Ссылка есть. Здесь не видно, возможно. Здесь написано о том, что самое-самое серьезное, очень серьезное письмо, когда-либо какое-то было написано, написано это письмо Мишелу де Нострадамусу, королю Генриху IV. Ну, тому самому, после Генриха II, да, описывал то Генриха II, да, вот, где он предсказывает, что будет происходить. Вот. Прочитайте. Прочитайте. Так. Ну, и давайте я сейчас пока временно уберу. Я хочу потом сейчас убрать здесь. Ага. Ну, вот, давайте все же я могу показать. Кто будет смотреть, тот умеет это прочитать. Пускай оно побудет некоторое время на экране, да? Вот. Ссылочки. Видны ссылки. Ну, вот. Значит, давайте первые три ссылки. Это наши. Это кто-то спросил. Поэтому я хочу дать здесь эти ссылки, да? Кому это интересно, кто еще не подсоединен? Ну, кто будет записывать, например, да? А вот это вот у нас email, это кто-то задавал вопрос по поводу финансовых дел, поскольку тут все связано у нас, и это тоже тут финансовый момент, и биржа, и так далее. это email, который отлично от email центра Сангейс, это email чисто по бирже, по финансовым делам, да? Вот. Значит, давайте мы тогда пойдем дальше, вот, и продолжим то, что было у нас в прошлый раз. А, ну вот, значит, давайте пару слов буквально скажем. То есть, у нас есть определенные даты, и эти даты связаны с той самой программой, которая уже там сверху есть. Значит, мы говорим о формальном астрономическом, не астрологическом, а астрономическом событии, а именно 2163 года, до которого осталось там, ну как мы знаем, 100, там 40 лет. Вот. Вот это формальный переход из одной поры в другую пору, то есть, мы идем в обратном порядке. То есть, мы искали юги, возвращаемся в два пара юга, в третью югу, и потом перейдем в сатью югу. Вообще самую пару. Так вот, путем воздействия на наши там какие-то генетические там ДНК, РНК, допустим, мы меняем генетическую природу нас. Дело в том, что дети, которые рождаются сейчас, меняй, не меняй, они уже, так сказать, нормально. Они себя сами защищают, потому что рождается новое поколение. Старое поколение будет уходить не потому, что оно будет уходить. Многие будут уходить нормальным, естественным путем, путем старения и умирания. Да, это мы знаем. Изумена тела, короче говоря, будет происходить. Но вот этот аппарат и то, что вот здесь находится сверхдуша, они должны оставаться на том уровне, иначе мы родимся все в определенном, значит, в определенном месте, которое не соответствует тому, чего нам хотелось бы быть. Ну, есть места, которые нам не нужно быть там, то есть мы должны быть, чтобы эволюционно развиваться, там не будет таких возможностей, как есть здесь, у нас. Поэтому нам надо быть в определенном умонастроении, чтобы не уйти в те места в следующий раз. Но эти времена придут и очень многие будут воздействованы. Так вот, что содержится в этом письме? В этом письме содержится Нострадамус о том, что он предсказывает, что 5 миллиардов человек, 5 миллиардов человек, близко, кстати, к тому, что вот два наших преподавателя говорили, цифры совпадали, кстати. А то, что мы беседовали с Ольгой, вот, цифра называлась 4 с половиной, 4 миллиарда, 4 с половиной миллиардов, ну, 5 миллиардов, туда-сюда, там, 500 миллиардов, ты же понимаешь. Сколько уже людей официально после вот этого эпидемии ушло? Да, ушло столько. Поэтому, что там, за один, полтора года, а тут впереди еще 140 лет. Представляете, да, что может быть? Короче говоря, если мы хотим, еще раз повторяю, не уйти, просто вот, скажите, это не важно, а чтобы, ведь 140 лет, это означает, что только те, даже те, кто родились сегодня, 3 августа, ну, вряд ли доживут до вот этого 140-летнего периода. То есть, возможно, но вряд ли. То есть, это надо разделить еще на два поколения. А если люди старшего поколения, так, ну, сколько там, ну, 20-30 лет, 40 лет, допустим, им, дай бог, но ведь это ж все равно впереди еще, потом еще 100 лет, то есть, все равно пройдет еще следующий цикл. У нас не так много времени, ребята, для того, чтобы понять вообще, о чем идет речь и прийти в эту пору, ну, так сказать, во всеоружии, да, это здорово. Поэтому, вот, есть, есть очень серьезные моменты. Итак, значит, мы приходим к, вот сейчас у нас, что, август месяц. В общем-то, скажем, в этот период времени я, я лично, я не вижу, и по кодам нет, но есть какие-то даты, вот я, портал, непонятно, какой портал, можно его как угодно называть, 8-го, 8-го, я не знаю, откуда он, это все, это не те даты, короче говоря, которые могли бы быть достаточно серьезными. Даты все связаны, должны быть связаны с кодами определенными. Понимаете? И здесь есть люди, которые, значит, руководят, к примеру, они имеют определенные коды, числа, ну, числовые коды, да. Вот, скажем, очень такой интересный факт, и достаточно серьезный факт, достаточно серьезный факт, при всей неоднозначности этой личности я говорю про Белоруссию, я говорю про Лукашенко. Значит, в связи с чем? Еще раз, это просто анализ, это просто информативно. самое главное во всем этом деле, что было? Ну, во-первых, определенное количество лет, которое ему исполняется, вот, насколько я знаю, он родился, насколько я помню, он родился 30 августа 1953 года. То есть, ему я хочу добавить 66 и 6 десятых лет. Почему три шестерчика? Об этом была речь в прошлом году. Вот, то есть, 66 и 53, это сколько год? 19, да? То есть, 20-й середина 20-го года, примерно, да? Середина 20-го года, ну, или конец 20-го года. Сейчас 21-й год. Вот, и о чем шла речь? В разгар по всему миру это эпидемия, пандемия, как ее назвали, и всех, соответственно, превентивных мер. Единственный человек в мире, единственный человек в мире, по сути дела, улыбка Шенка, который сказал, что нет такой болезни. Он что, больной или как, напрочь? Единственный человек президент республики, ну, он же страны. Вот. Ну, просто так, да? Президентом меня становится. Просто так. Кто-то же его избирал, народ же его избирал. тот момент, тот момент, когда его избрали. Я не говорю про сейчас, допустим, то есть, была причина. Понимаете? И вот, когда он сказал, что этого нету, причем, я где-то даже слышал, он сказал, что это не разносится, не относится, она есть, эта болезнь, допустим, но она не относится к разряду инфекционных. Поэтому, если это не инфекционные, кому нужны эти маски? Социальная дистанция, ты ее хочешь носить, да, можно. Это же ради Бога. У каждого есть своя воля, своя правда. Но, в отличие от очень многих, да, он устроил, допустим, да, славянский базар, в прошлом году, не в этом году, в прошлом году, где люди сидели, вообще-то говоря, в разгар всех, они сидели и без масок, и более того, целовались там только так, вот, Киркора, в частности. И, а далее его хотели, понятно, свергнуть. Я сейчас еще раз повторяю, я просто делаю анализ, как, что и почему. То есть, не хотят люди, то есть, есть, конечно, всякие факторы, которые приводят к чему-то. И, конечно, это вот тут пишет у нас непонятно что, это непонятно откуда-то взявшийся товарищ, вот, написал фу, ну, фу, для него это, пускай будет фу, и фу, остаться этот самый, дислайк, и продолжай так считать. но эта программа, это программа чего-то. За это, это все ерунда. Для меня это все мелочи, абсолютно мелочи. Как бы она ни была, это часть определенной программы, в которой мы все находимся. И это нам очень четкое указание, как надо себя вести. Понимаете, мы все слишком предметно, и это все воспринимаем. в Бразилии президент, родившийся 21 числа, ну, короче, в 55-м году он родился, по-моему, я не помню, да, он выступал против, соответственно, вот этого всего, и осенью 21-го года ему должно быть 66-60 лет. очень интересный момент. И точно так же он был чуть его не уничтожен. Да, или убили, или, ну, неважно, это не имеет значения, да, слово это не имеет значения. То есть, о чем-то, это просто еще раз, какие-то странные совпадения, да, странные совпадения. И, допустим, есть такой мультик, интересный мультик есть, под названием «Симпсон», американцы, где прямым текстом описывается событие, то есть, мультик идет много лет, и прямым текстом описывается событие, которые были, но через много лет, описанное там, они осуществлялись. Вот, и «Черный президент», и так далее, это все там описывается. Мультик, каким образом это могло быть? Как? Кто мог это сделать? Значит, получается, что? Получается, что есть люди, да, которые считывают информацию, это никакие не конспиративные теории, это ерунда, это мы так сегодня называем, но наверху есть информационный слой под названием «Акаши», на санскрите это эфирный слой, где хранится информация. Вот эта информация доступна некоторым людям, не нашим людям, не нам, в трехмерном восприятии, и которые пишут «фу», или которые ставят эти самые, они не понимают этого вообще, о чем идет речь, им это непонятно. Они слышат это, воспринимают это все очень-очень персонально, поэтому это и происходит. А вы, мы все должны воспринимать это просто как информацию и не реагировать на нее в данную секунду, а думать, а что за ней стоит такое. Вот мне повезло, я научился это делать, я не воспринимаю никакую информацию, да или нет, я верю, не верю. Раз она есть, значит, она есть. Она сегодня применима, она не применима. Из нее что-то можно сделать с этой информацией. Можно, нет. Купите золото, сказала, точнее, не покупайте золото, сказала Галина во вчерашней передаче. Я с ней согласен, в принципе, но каким-то образом золото подлетело вверх на какой-то период времени, что дало мне возможность выйти из этого, после чего она рухнула вниз. Это информация, которую можно сказать, я не верю, а можно взять ее, принять во внимание и действовать. Любая информация, она для чего-то дается. Любой человек, появляющийся на горизонте, на небоскоре, он для чего-то нужен. Я кому-то нужен, да, кому-то. Вы, друзья, кому-то нужны, своим каким-то. А кто-то вас просто не воспринимает. Ну, такое сегодня вот у нас. Так вот, можете себе представить, что есть ссылка, где фараон Эхнатон в 1300 году хотел, ну, я не знаю, есть был фильм, кстати, польский фильм был в каких-то там, не знаю, в конце 60-х годов, там и даже Барбара Брыцкая играла. Вот. Ну, назывался он Фараон. Обалдеть. В то время, в то время, 60-х, конец 60-х годов, по-моему, это уже, 65-м, не помню, год. Вот. Я смотрел этот фильм, да, и тогда смотрел этот фильм. Потом я нашел, и он у меня есть. Я потом еще раз посмотрел. Очень любопытно. Так вот, король Рамзес боролся, ну, в то время, так это показано, он боролся против жреческого владычества. То есть, там были очень много моментов. И он боролся, вот этот ворон, Эхнатон, ну, их несколько было, он боролся против сатанизма в то время. Представляете, да? 1300-й год. Да? Но ему это не удалось. И вот это Эхнатон и Неферт, знаете, да? Третьянефертити, да? Они являлись для вот этого фильма, мультика, Симпсонов, они являлись как раз-таки прототипами. То есть, есть гениальные создатели каких-то фильмов, или даже они и не предполагают, но то, что они создают, ну, вот Аватар, допустим, Джеймс Кэмерон, допустим, фильм Аватар, который наделал много шума, да? А ведь, что там? Взять, посмотреть, спецэффекты в очках, в этих себе, там 3D, это было, да? Вот. У меня даже есть это DVD, еще до сих пор диск в этом 3D, очки тоже. Очень классно. И там джунгли, там все это. Но ведь смысл какой? Дерево, уничтожение, это же уничтожение планеты всей. Вы понимаете? Вы знаете, где дерево находится? Дерево. Мы же привыкли, что дерево растет где? На земле. Корни на земле. А все остальное охрона наверху. Как вот можно себе представить? Вселенная, дерево растет оттуда. Почему оно растет оттуда? То есть, мы этого не видим, мы не воспринимаем наше вторыммерным там зрение, мы этого не можем воспринять. У нас не 64, было 64 измерения пространства и времени. У нас 3 всего. И мы этого видеть не можем, категорически. но если дерево допустить, оно растет там, там находится корни. А что находится там, когда в таком случае? А что наверху находится? Бог находится наверху, творец, правильно? Поливать надо, что, листики? Так мы на земле поливаем листики, потому что, дерево-то там находится. Это наша природа, это наша сущность. Ну, возьми еще раз, напиши, фу. Ну, для тебя это чего, непонятно, да? Может быть. Ну, думать-то надо, в конце концов, да? Каким-то образом. Я не говорю, что, допустим, то, что я говорю, это, ну, те же вещи, которые, ну, можно же анализировать. Кто сказал, что это не так? Почему мы все такие крутые и солнечные? Человек, это сегодня он солнечный человек, Сурья, да? Откуда? Почему? Почему мы такие крутые центры Вселенной и пупы Земли, которые мы все знаем и все говорим? Хоть в одном пункте я говорил о том, что я говорю, что это так и по-другому быть не можно. Ну, кто-нибудь разве слышал? Я даю только информацию. Приходит человек и говорит, я точно знаю, что это так. Что ты мне рассказываешь? Вот. Он все знает. Почему? Он ученый, понимаете? Он ученый. Ну, дальше что? Я тоже имею такой, так сказать, эту самую с хисточкой, которую, да, мальчую. Ну, дальше что? Ну, выход. А зачем? Понимаете? То есть, если мы будем вот так себя вести, то, разумеется, мы дальше никуда не пройдем и не продвинемся. Я хочу показать картинку. кстати, ну, давайте покажу. Вот. Потому что там достаточно интересно. Это то, что было в прошлый раз. Вот. Эти картиночки, да? Видите, да? То есть, семь печати, правильно? Семь труб, семь чар. Вот здесь написано, да? А вот то, что я остановился в прошлый раз и показывал вот это Ладигага, я говорил, а вот это вот вавилонская блудница. Понимаете? А точно такая же. То есть, это о чем идет речь? Об изменениях, очень серьезных изменениях, которые у нас могут быть. Изменения, причем это начинается именно в Соединенных Штатах. То есть, ну, кто хочет почитать, сейчас я не буду вот библейские вот эти вот сейчас рассказывать. Она называется так, по-русски так, Babylon Хоуэр, по-английски это называется, Бабилонская блудница. Короче, короче говоря, сейчас у нас идут очень и очень серьезные изменения, о которых мы даже не знаем. Вот. знаем ли мы, что во время изменения власти, то есть, в Соединенных Штатах, были попытки, скажем, повлиять на это, и китайские войска стояли на границе Канады с Соединенными Штатами. А это удалось предотвратить, иначе это было бы очень и очень серьезно. Но там было очень много погибших, я об этом даже, но об этом никто не знает, на самом деле, об этом не говорятся, но огромное количество людей погибло там каким-то образом. Значит, есть определенные коды, и вот я говорил о том, что, значит, скажем, число 42, то есть, что такое число 42? То есть, после 3-х 6-х, после 3-х 6-х, это число 42, второе по важности, 4 плюс 2, во-первых, да? И вот, мне потом прислали, я даже это не знал или забыл, я не помню. Короче говоря, это 9 лет и 6-х, 6-х, 6 месяцев. И вот, значит, есть люди, которые видят какие-то события, которые будут проходить, им дается вот, то ли во сне, то ли там какие-то видения, да? И вот, мы приходим к воду, в котором мы сейчас находимся, и это 21-22-й год. Значит, впервые, скажем, после окончания холодной, вот мы говорили с Олегом Пивоваровым, говорили, я говорил, так называемая холодная война, да? необъявленная, ну, точнее, необъявленная холодная война и так далее, где там не было открытых противостояний, допустим, да? Но такой момент интересный, сейчас у нас какие-то гибридные получаются какие-то войны такие, да? И вот первые противостояния после времен холодной войны было обстрел корабля в Черном море, военный корабль НАТО был обстрелан в России. российским кораблям, допустим. Вот. И Россия, в принципе, предупреждает, ну, необъявленные опять же вещи, о каких-то, если вот британские военные корабли, то есть это же НАТО, да? Это нельзя подседать. Вот. и предупреждает о том, что вот могут применяться серьезные санкции. Иран, допустим, который всегда был где-то вокруг самого у себя, они стали двигаться в другие регионы. И уже стали появляться даже в том, что есть Балтийское море. То есть, в принципе, есть альянс, особый альянс, об этом упоминалось, он называется по-английски 3SI. 3, то есть альянс нескольких государств, балтийских государств. То есть иранцы, иранцы, да, они предполагаются еще раз по некоторым кодам, о том, что 22-23 год они могут контролировать довольно серьезные территории. Ну, мы же знаем, да, что сейчас происходит. И вот Нострадамов тот самый, он примерно сколько это там, 1600, да, ну, короче говоря, где-то 450, не знаю, тому назад, он в Катренах зашифровал определенные, ну, много количеств Катренов, но четверти, сейчас я зашифровал вот это будущие какие-то скажем, войны, и одну из главных пролей, ведущих пролей во всем этом деле будет играть статьи Иран. То есть, локальные войны, кстати, Галина говорила, они будут локальными, они не будут с какими-то очень и очень действительно серьезными, где там гибнет огромное количество людей, нет, оно не должно быть, потому что вот в этих локальных войнах, оно не будет какой-то такой удар, как типа Атлантида, раз и вся ушла, нет, такого не будет, это не время, вообще говоря, сейчас еще, а будет там, 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 там будет климатические какие-то там, войны будут, очаги каких-то конфликтов, будут какие-то изменения, там, цунами, землетрясения, там, будут метеориты, которые должны упасть, и, кстати, юго, юго, восток Соединенных Штатов подвержен, несмотря на то, ну, я не говорю о том, что, скажем, не в этом году, короче говоря, но есть прогнозы, да, они есть, то есть разбежка есть, потому что в свое время еще Эдгар Кейси говорил о затоплениях и так далее, но речь шла, или Майкл Скеллен, речь шла о 2000-м годе, а сейчас уже 21-й год, ну, 20 лет уже прошло, затоплений как бы не было, поэтому я в это не верю, многие говорят, а это ерунда, он уже говорил, ничего этого не было, но, как вы расскажете тем людям, которые затопили, которые то место затопили, и их нету всего, вот, для них это осуществился, вот это предсказание, через 20 лет, но они же не поверили, верно? Ну, хорошо, 20 лет разбежки, вот, не сбылось, через 20 лет, им легче от этого, их нет уже сегодня, да, а мы сидя, сидя у себя дома, вот, или грея пузо где-нибудь там себе, под солнышком, да, рассуждаем о том, и как правильно, как неправильно, вот это плохо, это неплохо, это надо, все в теории, все, мы си теоретики сегодня, да, 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 значит, очень серьезные, вообще-то говоря, события происходят в, в Китае, в Китае, две дамбы разрушены, одна главная дамба на пороге, если это будет разрушено, то это будет отражаться на очень многих вещах, в частности, на финансовых рынках, без вопросов, а финансовые рынки, и вообще финансы, как бы мы не хотели быть, очень и очень, самыми духовными людьми, это неотъемлемая часть нашей жизни, от этого зависит очень и очень много, потому что это деньги, и это деньги, для нас это звон, и мы люди, многие ненавидят, потому что они, видите ли, добились они, и так далее, а мы вот здесь все бедные и несчастные, изменения будут происходить, и закрытия бирж будут абсолютно без вариантов, поэтому мы должны знать, на каком этапе мы находимся, на каком месте мы находимся, для того, чтобы не быть подверженным этим катаклизмам, так вот, есть прогнозы, о том, что, допустим, Китай с Индией, будет очень серьезно, значит, Япония, Тайвань, Тайвань, и Индия, это серьезные враги Китая, да, далее, есть данные, о том, что Китай конкретно опубликовал, представляете, ну, вот, сроки, когда он собирается там внедряться, скажем, в Тайвань, дело в том, что население Китая в 60 раз больше, чем население Тайваня, вот, далее, речь идет о Филиппинах, что идет, почему Филиппины, Филиппины сегодня, один из вариантов, новой эпидемии, эти эпидемии, это будет цикл, эпидемий, цикл, то есть, цепочка, а мы сейчас видим звенья, маленькие, всего лишь, звенья, вот этот вариант, допустим, который сегодня, там, по всему миру, вот этот вот Делта, это цветочки, хотя там много людей, да, умирает, но это все равно еще только цветочки, потому что будут гораздо более серьезные, и расскажите, как это, как это остановить, какие, сегодня, вот мне, вот мой приятель из Нью-Йорка, сказал, о том, что сегодня, все, и вакцинированные, и не вакцинированные, должны ходить в масках, а есть исследования, удивительно, да, а вот, я не против, еще раз, это закон такой, значит, надо законы соблюдать, хотим мы или не хотим, вопрос другой, для чего это, это вообще не вопрос, для чего, для чего это понятно, для чего, да, но вопрос, как нам в этом, согласны, не согласны, не имеет значения, как нам в этом жить, потому что, вот это все, закрытие носа, да, мы должны дышать, да, правильно, и даже бактерии, или вирусы, ну, не вирус, бактерии, они же есть бактерии, не только плохие, они же есть хорошие, то есть, что мы делаем, Мы просто закрываем им доступ. И это означает, что мы дышим этими же нашими бактериями, которыми мы не можем дышать. Но чисто логически рассуждать. А почему мы тогда... Ну как мы можем вот так вот ходить? Ну я знаю, что есть люди, которые вообще дышать не могут. Но я, допустим, я не могу. Я не могу, у меня голова начинает болеть. Вот. Значит, что, противогазы все должны ходить? Я никак не могу понять. И я еще раз говорю, это не против того, чтобы это делать. Это нормально. Нормально в рамках, еще раз, законов. Мы не можем нарушать законы. Сколько угодно восставайте. Но есть причина, почему этот закон вышел. А он вышел, потому что вот есть причина, почему, как говорится, он вышел. Короче говоря, очень много всего. Значит, 21 мая был специальный код, 21 мая, который был связан, допустим, с планетой Нибиру. Ну, да, или планета Экс, как ее называют. Захария Исиченко, кто его не знает, почитайте, интересно. Вот. То есть, Нибиру официального, официальной такой, как бы, планеты нет Нибиру. То есть все об этом говорят, как об астероиде. Но ведь если мы вспомним о том, что был заключен договор между планетой, этой планетой Нибиру, и землей на поставку золота, потому что, если допустить, что это так, на поставку золота, потому что золото на эту планету Нибиру, который был заключен очень-очень, не в наше время, потому что золото это единственное средство для поддержания атмосферы на этой планете, не астероиде. Но нет. Тогда будет планета признана. И, возможно, она уже есть неофициально признана, как считается. Короче говоря, попадает на код 2021 год. Код попадает на это. Причем дата должна была быть, дата должна была быть. Но эти даты, то есть мы считаем, что если вот на нас что-то не упало, и не объявили о том, что вот было, то эта дата, ничего там не произошло. Как мы это знаем, что не произошло? Как мы знаем, если погибло чуть ли не 100 тысяч человек на границе? Вот когда Китай, я говорил, там, граница Канады и Соединенных Штатов. 100 тысяч человек, и об этом никто не знает. Как это может быть такое вообще? Это вообще полный нонс. Что-то здесь есть такое, чего мы не знаем. Ну и, собственно, это не теория заговоров. Меня это вообще не интересует. Ну и есть, и есть. И дальше что-то. Как это нам? Знаем, не знаем. Это же не имеет, в принципе, большого значения. Имеет значение многие другие вещи. Короче говоря, было признано... Сейчас много признаются всяким там небесным телам. Ну и новые кометы, они будут называться... То есть кометы назывались, вообще-то говоря, Си-2014, то есть коды. В 2021 тоже коды, разумеется. И вот сегодня они будут называться, допустим, вот есть комета, да, которая называется Си-2014... Сейчас я прочитаю, кстати. Си-2014, Ю-Н-271. То есть уже была определена дата 20-го, 10-го, 2014-го года. И через два дня была признана, точнее не через два дня, а через 6 лет, 6,66 сотых лет, ну, год, да, 6 лет и 66 десятых этого года, было открыто, знаете, что было открыто? Значит, Организация Объединенных Наций. Дальше. Число 27. Это коды 2027-го года. И вот я хочу показать, и на этом мы, наверное, сегодня закончим, да? Я хочу показать одну вещь, которую в прошлый раз не показывали, это вторая часть, да? Ну, еще раз. Это имеет отношение к западной астрологии. Что здесь показано? Смотрите, март 1347-го года и март 2024-го года. То есть здесь показан стеллиум, так называемый стеллиум. Стеллиум, да? Это астрологический такой термин, обозначающий наличие планет в одном из знаков от 4 до 12 планет в одном знаке. То есть они практически идентикал, что было в 1347-м году, испанка, которую уничтожило огромное количество людей. 2024-й год – это определенный код. В прошлом году, в прошлый раз, точнее, в последней вот этой программе, в первой части, речь шла о еврейском годе, да? Шмидта, в годе, 5781-й, 82-й, 83-й, 84-й. И с каждым годом это будет, то есть это код, еще раз, это не просто там год. Почему-то вот у нас, у нас же это формально, у нас же не код, можно все что угодно приравнять. Это все, это все как бы формально, это все ерунда, по сути дела. Но он имеет свой код. Вот, боже, причем, это перегригорианский календарь, юлианский календарь. Но восточные, восточные – это лунар, лунные года, короче говоря. Отчет идет по Луне, не по этому самому. Поэтому 2500 – разница такая большая, правильно? Потому что, сколько там, под восемь с половиной дней, да? Вот, лунный месяц, так и сомн. Короче говоря, вот это 2024 год, будет определенная конфигурация, так называемый стеллиум. И тут планируется очень-очень серьезное какие-то возможное, еще раз, возможное. Не то, что даже планируется, но если мы видим о том, что там, то можно предположить, что возможно это произойдет. Это никто не говорит, это не написано. Но такая вероятность, короче говоря, есть. И вот эти коды, они действительно очень-очень серьезные падают. Параметры планеты Нибиру, они совсем другие. Поскольку, ну, другие, короче говоря. Точно так же, как другое восприятие нами той планеты, на которой мы все живем. А именно Земли, об этом мы говорили, нет таких диаметров, радиусов, длинов, окружностей. Это полная чушь, речь идет о миллиардах миль, они 6400 километров. Радиус Земли или диаметр, или 12800, или длина окружности. Это вообще полная чепуха. Потому что это не та Земля, которую мы видим. Мы видим в нашем трехмерном взгляде. Будут открыты совсем скоро, будут открыты моря, моцелеки, океаны. Дорогие друзья, я благодарю всех. Тоже не быстро это было, но это тоже не последняя программа. Мы продолжим. Третья часть, там много материала вообще-то, на самом деле. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова